Всем добрый вечер. Играю в Блиц на ICC против Гроссмейстера. Он сам указал до себя в кенийский флаг. Я, конечно, сомневаюсь, что действительно из кений мой оппонент. И у нас пирц. Черные хотели провести D5. Я пытаюсь этому воспрепятствовать. Из план белых обычно этой структуры заключается в том, чтобы все-таки, несмотря ни на что, провести E5. Опять интересный ход. То есть, E4, на самом деле, спорная реакция с моей стороны. Ее есть свои недостатки. Хорошо, раз у нас черные расставляются подобным образом, я пока не буду спешить с ходом E5. Другие минимально полезные действия я осуществлю. Может быть, ладью по виду в центр. Может быть, как-то коня на G3. Или вообще коня через A3 куда-то на C4. То есть, надо смотреть по ситуации. Ну, конечно, коня на G4 выглядит искусственно. То есть, все-таки, наверное, конь D2. Потом ладей E1. Может быть, в какой-то момент E5. Ведь его черные до конца здесь не уравнивают. Хотя D5 интересное действие. Ну, я должен закрывать центр. Прикрытием перевеса в развитии какую-то инициативу на королевском фланге наращивать. Черные его C5 проводить, конечно. Может быть, им пока нет смысла трогать этого коня. Он в вариантах выйдет на C3. С другой стороны, как-то играть надо. H4 может быть, запустить. Тогда слон же 4. Ну, ладно. Поэтому пока ладья E1. Соперник конь C7 пойдет, скорее всего. Слон на F5. Хорошо. Слон на F5 может под бой попасть. Я попытаюсь сейчас высветить это обстоятельство. Победу, конечно, на G3. Черные там пытаются запереться путем E6. Уже H3, G4, появляется идея. C5 жду хода. Концептуальный F6. Тоже интересный вариант. Видите, на конь G3 слон же 4 я слегка не успеваю здесь добиться полного комфорта. Но, понимаете, если нет полного комфорта, то может в итоге вообще никакого комфорта не получиться. Хорошо. Ладно, конь G3 пока пойду. На F я конь E5, на Слон же 4 уже EF возьму. На ладья E6 на феркзисе, а здесь может быть просто H3. Слон же E8. Да, ладья E8, конечно, не стоило допускать. Слегка я не разобрался. Все на позиции у белых остается хорошие. С какими-то даже перспективами на королевском фланге. Сейчас слон уйдет на D7, скорее всего. Слон F3, мне кажется, менее перспективным. Но я попытаюсь переставить... Слон E6, да, я попытаюсь переставить с феркзю D2, слон H6. Может быть H4, H5, слон C2. Такие идеи. Субтитры сделать феркзю G7 поставить. Довольно логично выглядит. Отойду феркзем на F4. Сохраняя некоторый перевес в пространстве, ну и... В целом, по позиции. Другая идея за белых ладей E2, ладей E1. Оказывая давление по единым открытой вертикали. Так, слон F7. Ну то есть, наверное, все-таки надо взять ножи 7. H4 сначала сыграть. Чурненько хотят поменять все ладьи, это очень разумный план с их стороны. H4, ферзи 4, слегка неприятно. Ладно, хорошо, надо как-то наращивать инициативу. В любом случае, времени у меня не то, чтобы много. Ферзи 4 ход, конечно, противно. Ферзи 4 ход сделан. Да, H5. Может быть, хочу послужить имя H6. На будущее этот гвоздь на H6 будет создавать для моего соперника некоторые проблемы. Потому что теперь пешка не висит, может быть, кунь H2. В вариантах есть идея. H5, который точно должен брать. Пытаться воспользоваться слабостью. Мгдф 5. Может быть, просто понеждаю С2 или сразу С2. Сразу С2 интересно смотрится. Сыграю С2. Е6, наверное, последует. Там надо будет думать, могу ли я чего-то добиться. Наверное, нет. Наверное, буду просто сдравить ладей. Ладей 3 и так далее. А, просто король ушел. Тогда, наверное, попытаюсь напасть на мат. Не знаю, стоит или нет. Слонжи 8 уже. А, ну так, немножко странно, потому что здесь вот забираю пешку. Грозит конь H6. На фиг, зашпять пока есть. Вот, тогда конь D6, слонжи 6, правда, да. Так, времени нет, конь D6 играю. Не знаю, на чем я не могу. Так. Так, ну, конечно, позицию белых подавляю сейчас такими конями. Черного короля сейчас при нормальной игре должны были бы разорвать. Ну, конечно, нормальной игре-то здесь может и не случиться. При таком соотношении на часах. Не знаю, зачем я допустил. Теперь уже надо заезжать. Полная доминация, конечно, позиционная. Шаг пока. Так, отсюда. Мой соперник сдаётся. Хотя, конечно, ещё не факт, что после того, как я съел ферзя, в этом успел замотовать, но... Не стал уже играть эту позицию мой оппонент, но и вот, к сожалению, реванш почему-то на ICC у меня не работает. Не знаком я ещё с этой площадкой. В этот раз соперник международный мастер из Испании. И славянская защита, ну, через мой фирменный парад охотовку, не в 6-6. Действительно, в этот раз он сработал. Соперник не стал играть конь с 3, хотя, наверное, у него в любом случае в планах этого не было. Ну, и разыграет популярный вариант E3. Он последние, последние много лет, на самом деле, уже часто встречается на абсолютно любом уровне. Ну, мой оппонент в данной партии выбирает не самое амбициозное настроение. С другой стороны, у чёрных, точнее, у белых очень надёжная позиция. Правда, у чёрных тоже. Они здесь никак не рискуют получить хуже при итогах дебюта, не создают себе никаких слабостей. Хотя вот сейчас соперник проявляет амбиции. И я не до конца уверен, что эти амбиции здоровые. То есть, если я возьму... Ну, ещё раз возьму... Потом сыграю... Не знаю, Ферзе 5 или сломать до 4. Ферзе 5 мне на глазах больше нравится. Чек. Сопернику всё равно придётся лишаться рокировки. А я, может быть, сыграю конь F6 и слон А3. Выглядит очень заманчиво, потому что... Таким вот разменом чернопольных слонов... Я добиваюсь важного стратегического изменения позиции. А именно пешка D4 становится менее защищённой. Потом можно сдвоиться по леве Д и до неё давить. То есть, сейчас я, на самом деле, хотел бы взять на F3. Но я думаю, что мне не позволят соперник... Ну, силой... Силой развяжут свои фигуры. То есть, сыграет G4. Тем более, что Белый Король и Жевлёв в случае лишён рокировки эти слабости. Ну... Не то, что они не критичны, но в любом случае Белым не удастся обойтись без создания слабостей на королевском фланге. То есть, G4 логично, да. G4 сыграло. Немножко хотел подувать о ходе FG, но, наверное, это всё-таки чё ещё? Да, и ХРС-1. Хорошая, грамотная действия. Но моего ферзя, к сожалению, отжимают довольно... Довольно сильные стоянки. Но теперь надо перерасмыслить план на игру. По виду, моя позиция, конечно, была очень привлекательна несколько ходов назад. Но вот... Такое ощущение, что... Либо я где-то продешевил, либо вот... Может быть, оценивал её вообще не совсем правильно. Что здесь уже ничего хорошего для себя я не наблюдаю. Ну, то есть, всё нормально, конечно. У чёрных никак не хуже, но и на перерас рассчитывают трубы. Если удалось бы как-то пристать к этим слабостям белых на... ...королевском фланге, была бы другая ситуация. Но для этого надо как-то выставить F6, G5. А это пока мало реалистично. Вот я решил беспокоить оппонента на другом фланге. Пешку на А4 запущу, а там посмотрим. Себя, мне кажется, может сам А4 сыграть, но это связано с некоторыми ослаблениями. Ферзь Е3, ну. Принципиально ничего не меняет. Победу пешку дальше. На Ферзь Е5 прислучивает просто Ферзь Д8. С идеей Ладья А5 и Ферзь А8. Просто Конь Е5. Конь Е5. Конструкция в центре на глазок чуть-чуть неустойчива. Могу я этим воспользоваться или нет? Пока пойду Ладья Д8. Всё равно Ладья на Ф8 делать нечего. На АБ, что произойдёт? АБ, Ладья А1, Ладья А1, Ферзь Д4 взяли, взяли Ладья А8. И чёрные неожиданно проигрывают, поэтому так играть не стоит. Так играть не стоит, а что же тогда делать? Знаете, наверное, сыграет Ладья А5. Идея, ну, как-то при случае может быть какие-то тактические возможности по 5-й горизонтали. Но основная идея просто сдвоится по линии А. Силы вынудить Белой Ладью покинуть поле А1. После этого разменяться и схватить линию А. Завести Ладью на А2 и создать какие-то идеи против пункта Ф2. Ну, конечно, всё долгосрочный план. И даже если это всё удастся, то совершенно не очевидно, что у чёрного будет реальный перерез. Ну, что-то нужно делать. Этот план по виду не чуть не гуже, чем какой-либо другой Б4. Я, конечно, не смотрел ход. Я сейчас не очень понимаю его смысл. Какие конкретно здесь... А, на Ферзь Б4 и С5, что ли? Меня Ферзя ловят. Но верится с трудом, там, конь на Д5 попадает. Хотя Ферзь Ф3. Ну, интересно, креативно сыграл мой соперник. Я, по-моему, должен брать, иначе... Вообще непонятно, зачем это всё было. Затеряно с моей стороны. Я теперь верну Ферзя. Пешку выиграл. В первых, конечно, есть какая-то компенсация, но... Всё-таки пешка не орешка. То есть здесь должна выйти чёрный хорошо. Так, сыграем. Так, культ С6 грозит, культ С6 грозит. Соперник создал трюковую идею, поэтому пока Ферзь С7. Очень много времени я потратил на последние два хода. И это, конечно, в блице порядка бывает хорошей идеи. С5. Сыграю конь Д5. Что конь на С4, хвата пойдёт туда конь в 4 при случае. Так, ладья Д3, ладья идёт куда-то сюда. Я могу сделать эту вилку. Наверное, могу. Так, я всё сделаю. Забираю Ферзя. Ну, если соперник признал своё поражение. Получилась, в принципе, определенная момента. Ну, до этого момента стратегически интересная партия. Здесь, конечно, белые должны были более консервативно играть. Но мне кажется, что чёрным эту позицию играть чуть проще всё-таки. Соперник Мастер Фиде из Соединённых Штатов. И он играет Королевский Гамбит. Причём ход с на С4, который на самом деле мне нравится больше, чем Куни Ф3. По-моему, он больше шансов обещает на реальная интересную компенсацию. Белый ФС4. Ну, есть такой вариант. Не то, чтобы я был большим фанатом за чёрных. Но смысл в том, что ФС6 стоит очень глупо напротив белого чернопольного стола. Но, с той стороны, он пешку защищает на Ф4. Её не так легко отыграть. Потому что при случае чёрный, там, конечно, 5 готовы сыграть. Д3. Давайте сбросим, наверное, пешку. Потому что этого сыграя слон Д6. Там, правда, будет шаг с Е2 неприятный. То есть, может быть, слон Д6 играть не очень хочется. Что делать тогда? Ладно, всё-таки сыграя слон Д6. На ФЕ2 может быть даже король Д8. Конь Е5 ещё. Могут добавить огоньку. Конь Е5 не очень приятно. Кроль Д8, конь Е5. Какой-то... Чувствуется, что должен быть какой-то неплохой ответ у чёрных. Но... Где же он? Интересно. Кроль Ф8 играть обидно. Слон Д7 играть ещё обиднее. Давайте пройдём. Король Д8. На конь Е5 будем посмотреть по ситуации. Вот видите, конь Е5 не последовал. Сыграя на конь Е3. Тоже, кстати, очень логично. Теперь хотя бы можно подтянуть ладью в центр. На конь Е4 сыграя слон Ф5. Да, получилось неплохо. То есть, видимо, всё-таки более принципиально было именно... Конь Е5 сразу пропускать. Здесь у чёрных, конечно, король на Д8 в центре. Но... Все фигуры отмобилизованы уже к ней Е4. Грозит. У белых тоже король потерял право на архировку. То есть, в этом плане... Всё нормально. Конь Д6 я хоть не видел. И что у меня печально. С другой стороны ЦД. Всегда более-менее надёжно держит ситуацию за меня. РД2. Это нападая на Е4. Ну, у Ж5 тоже ход пока присутствует. Ферзь Ф2, поэтому. Конь Д7, конь Д4. Северник хочет уже отбирать у меня материал. На Ж5 он придёт к Д4. Тоже начнёт... То есть, потом... Аж4. Под Аж4... Может быть, сразу угрозы не создаёт. А, вот сразу Аж4 намного неприятнее. Согласен. Да. Получил всё-таки оппонент. Достойную игру здесь. Меня всегда расстраивает, когда в королевском гамбите мои соперники получают хорошую позицию. Но это вот именно тот случай. С другой стороны... Позиция для Чёрков тоже боевая. Очень сложная она... Сыграю пока Ф6. Король Ж1. Неприятный ход. Возобновляю игроту Ажжи. Король Ж1 исполнен. Коня с Ф3 отвлечь не получается. Или подождите. Или, может быть... Как-то получится всё-таки. Сыграю Конь Е5. На РЖ теперь Конь Ф3, ЛДЕ1. Слон Д2 по этому ходу ожидаю. Не знаю, что будет на Слон Д2. Наверное, возьму на Ф3. На ЖФ. Опять-таки буду думать. Скорее всего, Пусть ЛДЕ2 сыграю. И только Конь Д7. Ну, в общем, интересная полиция. Сложная. Есть... Чек. Что для Чёрника она должна быть всё-таки неплохой, объективно. Заведу ЛДЕ на Е2. На Слон А5 попробую Б6. Вроде бы мата мне сразу нет. Или Короля отвести на С8. На самом деле вопрос. На Б6 больше нравится. На Слон Б4. Здесь надо как-то уже вскрывать, видимо, игру. Пытаться добраться до Короля Соперника. Пешки, конечно, потрясающие дрова просто у Чёрных. Но я надеюсь, что здесь конкретные обстоятельства окажутся старше. Хотя вот Слон Д6. Белый... Белый тоже пытается добраться до моего Короля. А вот как бы... Помимо вот того, что... У меня Король плохой. Ещё и структура ужасная. А Белый Король как раз убегает. Да, что-то здесь я сделал не так. Здесь уже у Белых явный перерез, скорее всего, в этой позиции. Несмотря на то, что... По материалу вроде бы всё нормально. Так, подвисает тут. Не знаю, что делать. Градо держит 3. Так как грубый зевок после Слона Ф4. Ф4 Соперник что-то не играет. Чек. Здесь уже началась цветнотная гарочка. Хотя как раз у моего оппонента довольно много времени. Мне надо спешить, а ему, в принципе, это не нужно пока. Флаг он не снесёт, да и объективно всё ещё у Белых, скорее всего, очень хорошо в этой позиции. Пытаюсь как-то скоординировать фигуры. Так, ферзосей надеваю. Чек. Пытаюсь отдать всё, что висит, чтобы хотя бы оставшиеся фигуры не попадали под удар. Это, кстати, полезный приём в лице, потому что он позволяет более быстро делать ходы. Мой соперник тоже очень шустрый. Чек. Наверное, здесь будет тяжело всё-таки. Хотя нет, вот последние несколько ходов подзавис и удалось срубить флаг. Хотя, конечно, партия довольно боевая, но игра была очень слаба. И с моей стороны, ну и, в принципе, со стороны моего оппонента тоже не внушало большого доверия. В этот раз играю Белыми, сыграю Тальянку. Тальянка мне по среди время очень серьёзные проблемы доставляет, когда её применяют против меня, поэтому в этот раз похожая проблема поставить перед своим соперником. Сейчас играю А4. А4. Сложно 4. Обычно Сложно 4 не лучшее решение. Хотя, в данной ситуации, может, и неплохо. С3 создаю вопроса выиграть фигуру. Конечно, мне фигуру-то съесть не позволят. Но здесь надо решить, играть А4 сразу или не стоит. То есть, вроде бы, ход-то выглядит нормально, но там чёрные в какой-то момент могут накатить путём Ж5-Ж4, поэтому не буду рисковать, сыграю А4-2. Уже в случае 2-0, конечно, А3 пойду. 3-0, чёрные, мне кажется, не могут себе позволить, потому что там Б4-Б5 очень быстро пройдёт. В общем, Б6 логичный такой усиливающий ход, Ну, я могу ответить тем же самым, Б4. Не знаю, пока буду ли я играть А5. Вообще, как буду здесь прояснять ситуацию. Хотя, вот видите, слон Б6 может быть ход более полезен для него, чем Б4 для меня, потому что слон ещё заодно ушёл из-под возможности Д3-Д4 в какой-то момент. Хорошо, ладья Е1. Пока сыграем. С конь-Д4 не приходится считаться, потому что как раз это поле занимает чужой слон, конь G6, здесь, наверное, придётся уже играть H3. G5 возможности соперника исчезло. Ему наверняка очень хочется сыграть слону H5, но это, скорее всего, будет связано с какими-то материальными пожертвованиями. Видимо, всё-таки уведёт слона назад по диагонали H3-C8. Я так думаю. Размен на F3 весьма депрессивен за чёрных, потому что там просто у белых преимущество двух слонов и более активная позиция. H5-H5 я осматривал ход, но мне в него не верилось. Хотя, сейчас я при, скажем так, ближайшем рассмотрении ход-то может быть вполне неплохой. Хотя, всё-таки HG, HG, HG5, HG3, да? Интересно. Хочется наказать соперника за такие вольности, но, может быть, это невозможно. Поэтому пока пройду по НФ1. Теперь уже HG, конечно, грозит всерьёз. Настолько всерьёз, что, наверное, чёрные не могут себе позволить уже в данной позиции допустить взятие. Ну, а если сейчас убирать слона, то, конечно, ход H5 не в пользу чёрных, потому что проявляется возможность слон G5. Поэтому конь H4. Всё-таки чёрные идут до конца. Интересно. Очень боево сыграно. Я могу по-прежнему не брать фигуру. Настаивать, скажем так, на своём. Но что произойдёт, если я возьму HG, конь G4, висит слона F2. Просто конь Е3. Сейчас-то, по-моему, ничего не произойдёт сильно плохого для меня. Давайте попробуем. Взять тут. Теперь взять тут и слон G5. Так, ох, у НИ-4. У НИ-4 я не видел. Ход-то, видимо, хороший. Видите, ферзь всё-таки рвётся. На поле H4. Рискую стать в этой партии с автором шедевра. Хочу грозить слон F2. Грозит, на самом деле, всё, что можно. Какой кошмар. Да, блестящий, на самом деле. Ничего не вижу. Ладно, беру. Теперь надо, видимо, так играть. Просто отдавать на G3. Так как-то играть. Такое ощущение всё-таки остается. Лишь не фигуры, но, конечно, это стоило мне такого количества времени. Очень интересно. Даже, можно сказать, блестяще играл мой оппонент. Видимо, это всё не проходит, но... Первый момент не такой колоссальный, что флаг мне здесь несут. Никаких сомнений в этом нет. Так, ещё пытаются выловить ладью. Видимо, успешно её вылавливают. На F2 я, конечно, фиг же 4 сыграю. Пройду в контратаку. Это контратаковать легче просто на падающем флаге, чем защищаться. Меня больше смущает, что, скорее всего, мой соперник всё-таки сыграет CB в этой позиции. И придётся таки защищаться. Слышные фигуры. Ну, позащищаемся. Позиция интересная. Повторюсь, объективно, с приоритом обвелок. Ну, здесь, конечно, время это критический фактор. Понимаете, я ещё не могу проймовать, потому что я не знаю, какой ход выберет мой соперник. Слон G6 немножко бестолково, зато я наварю. Попытаюсь поймать эту ладью. Удаётся её поймать. Ну, 5 секунд, здесь, конечно, шансов мало. Очень мало. Но удалось поставить такой мат. Ну, бывает и так. Любопытная партия. Очень-очень интересно играл мой соперник. Это всё, конечно, требуется разного анализа, который, к сожалению, на ICC провести невозможно. Надеюсь, что вам понравилось. Всем спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!